Я давно говорил, что я хочу записать бабушкины рассказы, которые давным-давно бабушка рассказывала. Я как-то их записывал, и вот эта тетрадь у меня пропала. И я решил вот со временем восстановить вот это, и несколько из ее рассказов, это рассказы, притки, да. Ну и я начал, вот несколько штук уже появились. А еще бабушкины рецепты? Бабушкины, да, еще бабушкины рецепты, и я надеюсь, что в ближайшее время они появятся. Супаешь, надо сказать, что бабушка была цеветельницей народной. Да. Помимо того, что она была рассказчей, приказывала цеветельницей. Может быть, я просто хочу сказать, что может быть кто-то где-то когда-то их слушали тоже, слышали. Ну, это не говорит о том, что как бы я кого-то беру, повторяюсь. Я просто делаю то, что она мне рассказывала. Мы с бабушкой всегда ходили собрать травы, лечебные травы. И вот эту дорогу, пока мы из нашей Красной Слободы до, не поверят, мы с ней до Агилгота дошли. И вот эту дорогу иногда по реке Водиалчай, иногда по наш Сюрт, мы эту дорогу туда-обратно делали с ней. И еще была с ней всегда ее верная подруга, Айот Нисон. И мы вот троем всегда эту дорогу делали, туда-обратно собрали, возвращались. И она всю дорогу рассказывала нам. То, что она сама была сочинительницей. Тоже, как бы говорила стихи в другу, да? Как бы, в другу, там, как народная поэтица ее считали. Потом, и она рассказывала очень много вот этих рассказов, которые свекер ее рассказывал. Менахим Руа-Или и его отец Ахару Исхок. И, в общем, то, что я на сегодняшний день, да, у меня в памяти остались, в самом деле, я хочу их вернуть. Вернуть народу, чтобы люди знали, что были такие люди, которые рассказывали. И чтобы они в самом деле сохранились в памяти народа для будущих поколений. Чтобы читали память вот тех людей, которые их оставили для будущих поколений. Я один из этих ее рассказ хочу читать. Но я это писал, правда, на русском. Я обычно пишу на горском. Но этот раз решил писать на русском, чтобы я мог что-то преподнести так. И это называется «Мудрый ремесленник». Жил-был один шах. Этот шах был злой и своенравный человек. Он что хотел, то и делал. Очень мучил народ тяжелыми налогами. Он ремесленников, крестьян, за людьми вообще не считал. Их туру не за грош не ставил. Шах просто люди считали ничтожеством. А своих приближенных, визиров, викилов, мудрецов хвалил, дарили им дорогие подарки. Однажды, когда шах сидел на троне, из дальних сторон пришел к нему посланник. Он, словом не сказав, встал перед троном шаха, очертил круг на полу и встал в стороне, ожидая ответа. Шах посмотрел на круг и ничего не понял. Тогда он повернулся к своим приближенным. И те похлопали глазами, не понимая, что за тайна. Они сколько ни ломали голову, не смогли разгадать эту тайну. Шах разозлился на своих приближенных и приказал собрать всех мудрецов страны. Из собравшихся мудрецов никто не смог разгадать эту тайну. Гнев в шахе не было предела. Он приказал, если не найдете человека, который сможет разгадать эту тайну, прикажу повесить всех до единого. Мне дармоеды не нужны. Все собравшиеся в страхе начали думать, что делать. Вдруг один из мудрецов вспомнил, что в соседстве, где он жил, живет ремесленник, который из дерева создает чудеса, чертит, ведет расчеты, записывает. Он очень умный человек. Может быть, тот сможет разгадать эту тайну и спасет всех. Шах велел немедленно найти и привезти к нему этого ремесленника. Ганси Шаха быстро доставил ремесленника к Шаху. Он стоял перед Шахом, бледный, и не понимал, в чем его вина. Ждал своего часа. Во круг трона стояли много людей, в ожидании чего-то. Шах, не поднимаясь с трона, указателем пальцем правой реки позвал ремесленника ближе к себе. Когда тот в спуге подошел к Шаху, Шах указал на начертанный круг перед троном и сказал, «Говорят, ты умный человек. Если так, тогда ты должен разгадать эту тайну. Если не разгадать, то прикажу повесить тебя». Ремесленник посмотрел на круг и просил, чтобы ему принесли палку деревянную, игральные косточки Зары и петуха. Когда их получил, ремесленник разделил палку и круг на две части. Тогда посланник дальних сторон начертил над круг полоску, а ремесленник в ответ бросил в круг и играл на косточки. Посланник вытащил из кармана горсть пшеницы и высыпал в круг. В ответ этому ремесленник выпустил из рук петуха, и петух быстро и жадно начал клевать пшеницу. Посланник увидел это, слова не сказав, повернулся и ушел. Когда посланник удалился, Шах ремесленника спросил, «Что этот посланник хотел?» Ремесленник сказал, «Великий Шах! Этот посланник начертывал круг, хотел сказать, что их царь всемогущий и весь мир принадлежит ему». Тогда я с палкой разделил круг на две части, ответил ему, что в этом мире мы тоже живем. Когда посланник увидел мой ответ, провел полоску над кругом, ближе к трону, сказал этому, что его царь собирается прийти и осадить нашу землю. Он хотел узнать, думает ли наш Шах подчинится ему или выйдет ему на встречу с войской. Я бросил перед ним игральные косточки, «Дескат, вы перед нами дети, вам надо в детские игры играть, а не воевать с нами». Тогда посланник насыпал пшеницу в круг, что у них есть бесчисленные войска и Шаху не стоят перед ним. Я тоже пусты петухов ответил ему, что у нас каждый воин достоин целой армии, и мы вас не боимся. После этого ответа он ушел. Шаху ответы ремесленнику очень понравились, и он удостоил его больших почестей, наградил подарками и просил, чтобы он стал ему визиром. Ремесленник на это ответил так, «Великий Шах, ты не разозлишься, если я скажу свое мнение». Когда Шах сказал, «Нет, ремесленник ответил, «Великий Шах, в твоих владениях найдутся люди умнее твоих визиров и приближенных твоих. Просто в первую очередь тебе самому надо измениться и ценить свой народ, их труд и не душит их большими налогами. Может быть, тогда я приду служить тебе». Замечательно. Хорошо. Теперь стихи. Это для человека, который не пишет на русском языке. Я тебе скажу, снимай шляпу. Молодец. Нет, серьезно, молодец. Молодец, надо. Это для нас обработки. Теперь одно стихотворение на моем русском языке. Это тема, которой я просто жить не могу. Рыба. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok